В Казахстане растет спрос на быстрые кредиты под большие проценты. Они выдаются через интернет и с минимальными требованиями к заемщикам. Участники рынка уже фиксируют рекордный рост клиентов. А это, в свою очередь, вызывает опасения у экономистов. Рынок быстрых денег растет с невероятной скоростью. Все больше казахстанцев, не желая занимать у родных и друзей, прибегают к услугам онлайн-кредиторов, закрывая глаза на проценты. Если в прошлом году через интернет было выдано 2,5 миллиарда тенге, то в этом году ожидается в два раза больше. Такая динамика чревата последствиями, говорят экономисты. Ну как нет риска, вам предлагают взять деньги за 20 минут, не особо заморачиваясь по поводу документов и так далее, но за очень высокую плату. Просто люди недооценивают, потому что они не умеют считать, сколько реально они переплачивают. Эксперты составили портрет среднестатистического клиента организации, выдающих быстрые деньги. Им оказался мужчина 28 лет с высшим образованием, зачастую неженатый сферой работы и торговля. Казалось бы, такой человек должен знать цену деньгам. Ежедневно на заем начисляются от 1 до 2 процентов. В год эта цифра достигает 700. Почему так дорого, сегодня объяснили кредиторы. Ставка обуславливается рисками в первую очередь, во вторую, стоимостью денег на нашем рынке технологическими решениями, себестоимостью тех или иных затрат, затрат на персонал и так далее. О рисках таких займов не раз говорили и в Национальном банке. Финансовый регулятор предупреждал людей не увлекаться быстрыми кредитами. Но и необходимость таких услуг на рынке очевидна, говорят эксперты. Банки сейчас ужесточили условия к заемщикам, а спрос на деньги, пусть даже в долг и под проценты, велик всегда. Главное не забывать, что придется возвращать. Редактор субтитров А.Семкин